Федеральное государственное унитарное предприятие, вне бюджетная деятельность. Вопрос следующего характера. Мы свое положение сами пишем. Всегда смотрим на изменения в 44 закон. И вот статья 65.1, позволяющая менять существенные условия. В ГУП, вне бюджетка. Мы понимаем, что в принципе она довольно широкая, часть эта. Но при этом все равно хотелось бы понимать, вот к нам приходят поставщики, говорят, вот изменилась ситуация, надо поменять на 30%, на 40%, на 50%. Вопрос. Что может быть вот таким подтверждающим фактором? То есть может ли здесь участвовать ФАС, к примеру? То есть мы какое-то обращение можем сделать, чтобы они дали оценку изменения этой цены? То есть вот 30-40%. Что это? Вчера обсуждали с коллегами с торгово-промышленной палаты. Вроде бы какие-то сертификаты они дают, но тоже вот. То есть есть какой-то механизм понимания этого всего? Слушайте, ну вот смотрите. Ну вопрос, я так понял, по 2-2-3, да? Ну он все равно. Ну вот смотрите, у нас как бы на самом деле по 2-2-3, если что-то там не урегулировано, а в основном в 2-2-3 урегулируется только процедура конкурентных закупок, по сути-то, в общем, все остальное оно как бы предоставлено на гражданское законодательство. То есть вы в части закупок за счет иной приносящей доход деятельность, как унитарное предприятие, пользуетесь либо положениями 2-2-3 специальными, либо общими по ГК, как и вся остальная коммерческая купля-продажа в России. Поэтому в рамках ГК главным таким столпом взаимоотношений является условие договора, по сути, да, которое вы можете менять, как хотите, если вы вдвоем договорились. Вот. И это не регулируется в 2-2-3, естественно. Ну, наверняка, наверняка с вас спросят. И вы должны будете, наверное, ответить на этот вопрос. А кто может быть в этом вопросе? Я не знаю. А разъяснение будут, на которые выводили этот тест? Ну, что? Если спросите, то будут. Нет еще. Еще не вышли, но еще нет. Будут, будут. Так, коллеги. Там, по сути, это в первую очередь обстоятельства непреодолимой силы наверняка, да, то, что и предусмотрено, в том числе и в ГК. Субтитры подогнал «Симон»